Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего урока – веб-страницы и сайты. Основные возможности и днишний вид визуального редактора. 4 апреля отмечается неофициальный профессиональный праздник – это день веб-мастера. Дата этого праздника выбрана не случайно. Если присмотреться, можно заметить, что цифра 4.04 очень напоминает по своему написанию ошибку 404 – страница ненайдена, имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. К тому же данная дата совпадает с Международным днем интернета. Веб-мастер – это профессия довольно новая, она появилась совсем недавно, в век развития интернета. Веб-мастер или управляющий сайтом – это человек, занимающийся разработкой веб-сайта или корпоративного приложения в интернете. Впервые термин веб-мастер ввел в обращение про отец интернета Тим Бернес Ли в документе «Руководство по стилю гипертекста в онлайне» в 1992 году. В начале 1990-х годов, когда общедоступный интернет еще только начинал развиваться, функционал первых веб-мастеров был очень разнообразным. Он включал в себя обязанности в бед-дизайнера, автора и модератора сайта, программиста, системного администратора, контент-менеджера, то есть человека, ответственный за смысловое наполнение сайта, сотрудника технической поддержки сайта. С развитием интернета и появлением более крупных сайтов, технологии их разработки усовершенствовались, что привело к выделению специализаций веб-мастеров в разные профессии. Теперь разберем, что такое веб-сайт, веб-страница, гиперссылка. Веб-сайт – это объединенная под одним адресом, называя доминым именем, совокупность документов частного лица или организации. По умолчанию подразумевается, что сайт располагается в сети интернет, но он также может публиковаться в локальной сети компании, в сети интернет. Веб-сайты иначе называют интернет строительским человеком или организацией. Когда говорят «своя страничка в интернет», то подразумевают целый веб-сайт или личная страница в составе чужого сайта. Веб-страница – это логическая единица интернета, однозначно определяемая адресом. Можно сказать, что веб состоит из сайтов, а сайты, в свою очередь, и страниц. Веб-страницы могут включать картинки, музыки, видеофеты и другое. Гиперссылка – часть гипертекстового документа, ссылающейся на другой элемент. Это может быть команда, отец, заголовок, примечания, изображения в самом документе. Но другой объект – это может быть файл, директория, изображение, ой, приложение, расположенное на локальном компьютере или компьютерной сети, либо на элементы этого объекта. Разберем, как происходит разработка веб-сайта. Используя язык программирования, программист создает сам сайт. Это страницы, из которых состоит инфраструктура. И объединяет их в единое целое. Делает везду для корректного отображения в различных браузерах. На пару с ним работает веб-дизайнер, который решает, как будет выглядеть сайт, что увидят на нем посетители, какую графику, в каком месте расположить и как в целом будет выглядеть интервейт. Вместе с ними работает оптимизатор, создающий семантическое ядро для сайта и определяющий, по каким ключевым запросам будет продвигаться сайт, где эти ключевые запросы будут находиться, как сделать лучше, чтобы поисковые машины могли максимально быстро добраться к этим запросам и, соответственно, выйдет сайт самым первым в проекте. Дальше он занимается предложением сайта через покупки вечных или временных серв по этим ключевым запросам. Другими способами и не только. Плюс ко всему, вместе с этими ребятами работает копирайтер или зео-копирайтер, которые пишут уникальные, интересные информационные или рекламные тексты с этими ключевыми словами или без них. После того, как сайт запущен в работу, все эти леди продолжают постоянно или периодически и дальше трудиться над этим сайтом. Плюс к ним подключаются системные администраторы, администратор-модераторы, который следит за порядком на сайте, сотрудник техподдержки и не только. А веб-мастер – это человек, разрабатывающий свои веб-сайты и, соответственно, ведущий дальше свой сайт. То есть истинный веб-мастер – это все эти ребята в одном лице. Отдельно стоит сказать о том, что сегодня каждый, кто имеет свой сайт, грубо говоря, считается веб-мастером. Но это не так. Несмотря на узкую специализацию, в соответствии сообществ веб-мастеров принято считать, что веб-мастер, кроме владения сайтом, так как его можно банально купить на бирже, должен все-таки обладать определенными навыками. Веб-мастер должен знать основы и знания языка разметки гипертекста HTML. На сегодняшний день смело добавьте к нему HTML5, а также как оформить этот гипертекст с помощью CAS. Понимать принцип работы сетевого протокола HTTP и защищения сетевого протокола HTTPS, а также стандартного интерфейса TGR. Уметь работать с программами для обработки растровой графики, например, Photoshop или CorelDRAW, или Appacast. Уметь не просто сделать скелет сайта, а сделать его скульптуру такой, чтобы посетитель сам пришел к определенной цели. То есть создать цепочку, по которой посетитель, ничего не подозревая, просто переходит от одного интересного содержимого к другому. И буквально 2-3 клика попадают на сливную страницу, например, с предлагаемым продуктом. Но менее важно, чтобы веб-мастер умел определить, какая цель стоит при сайтах. Так зачастую заказчик сам точно не знает, чего он хочет, или просто не может в нервной жизни. Даже фраза такая «Есть жираф – это лошадь» выполняется в точности по всем требованиям заказчика. Кроме этого, веб-мастер просто обязан знать различные движки для блогов, сайтов или форумов, знать хотя бы о языке английского языка, так как, например, то же, что мой код содержит в себе английские слова, многие движки на английском и так далее. Также веб-мастер, соответственно, должен иметь способность быстро обучаться, так как интернет и технологии не стоят на месте. С другой стороны, по этой же причине быстрого развития веб-мастеру и настоящее время необходимо все меньше знаний, так как это занятие, во-первых, стало, как я уже сказала, более узкоспециализированным. Во-вторых, на данный момент все большую популярность приобретает программы по созданию качественных сайтов. сайт, благодаря которым любой может сделать сайт. Считанные минуты или качественный сайт, если потратить много больше времени, при этом даже совершенно не зная ни одного языка программирования или оформления. А благодаря дополнениям также быстро его оптимизировать для дальнейшего успешного подвижения. Хорошо это или плохо, мы узнаем с вами тоже. Возможно, или через 20, слово веб-мастер будет иметь уже совсем другое значение. Сегодня мы с вами начнем со смех. Для создания веб-страни используются простейшие текстовые редакторы, которые не включают в создаваемый документ, управляющий символом форматирования текста самого редактора. В качестве такого редактора, в Вильнюс, можно использовать стандартное переложение блокнот. Структура веб-страницы состоит из следующей HTML-код. Эта страница помещается внутрь контейнера HTML. Без этих тегов браузер не в состоянии определить формат документа и правильно его интерпретировать. Веб-страница разделяется на две логические части – заголовок и отображаемое в браузере содержание. Заголовок веб-странице заключается в контейнер fake и содержит название документа и справочную информацию о странице, например, тип кодировки, который используется браузером для правильного отображения. Теги заключаются в угловые скобки и могут быть одинаковыми или парными. Парные теги содержат как открывающийся и закрывающийся тег. Такая пара тегов называется контейнером. Закрывающий тег содержит прямой слэш перед обозначением. Теги могут записываться как прописными, так и строчными буквами. Название страницы помещается в контейнер тега и при просмотре изображения в верхней строке окна браузера. На этом сегодняшняя лекция закончена. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.